Реконструкция 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 нового места отдыха стала возможной благодаря федеральной программе «Комфортная городская среда». Денис Дворяшин продолжит тему. Бурные Владисменты! Новые дорожки, скамейки, урны, освещение, декоративные фигуры – изменений в обновленном парке немало. Теперь в центре места отдыха возвышается большой игровой комплекс в виде корабля. Лиминские малыши уже по достоинству оценили конструкцию. На территории парка появились арт-объекты и даже спортивный уголок со множеством тренажеров. Все сейчас есть где детям позаниматься и взрослым, потому что мы ходим утром здесь. Хоть погулять можно где есть. Очень красиво. Молодцы люди. Замечательно, нравится. Все для детей. У него столько нового. Добравились новые аттракционы. Здесь очень много, и здесь очень красиво. Я рад за наш Лиминский парк. Реконструкция парка стала возможной благодаря федеральной программе формирования современной городской среды. Еще в минувшем году жителям Котласа предложили выбрать территорию для благоустройства. Большинство голосов Котлашани отдали за Лиминский парк. Далее на протяжении нескольких месяцев у нас работала совместная комиссия из представителей администрации, депутатского корпуса. То, что получилось, это идеи и планы ваши. Мы их только реализовали. Поэтому я от всей души поздравляю всех нас с этим замечательным, очередным новым парком. На реконструкцию парка было направлено 8 миллионов рублей. Почти все это федеральные средства. Из них 700 тысяч рублей вложил город. Столько же область. Теперь Котласу остается лишь содержать новое место отдыха. Кстати, с этого года администрация будет круглогодично обслуживать все парки нашего города. Деньги на это уже заложены в городском бюджете. Над тем, чтобы в Лиминде появился благоустроенный ухоженный парк, трудились десятки людей. И сегодня награды нашли своих героев. Первые благодарственные письма были вручены сегодня на ежедневной планерке главным специалистам Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и экологии Вере Шуваевой и Вере Милохиной. А также подрядчикам в лице заместителя директора компании «Автогрант» Ирины Белых. В свет вышел свежий номер общественно-политической газеты «Новый Котлас». Распространяется она бесплатно. Взять свой экземпляр издания можно в торговых точках города. Единой командой мы сделаем «Котлас» современным и комфортным для котлашан. Андрей Бролин вступил в должность главы города на последующие пять лет. Всесоюзное комсомольское собрание «Котласские акценты». Город готовится к столетию ВЛКСН. Галерея лучших педагогов муниципального образования «Котлас». Они делают жизнь наших детей ярче и лучше. Кружились в танце ветераны. В городском ДК прошел бал, посвященный Дню пожилых людей. Как перезимуют вычеготцы. У жителей поселка многомиллионные долги за тепло. Коммунальная проблема Светланы Нероновой. Жительница Ленина, 76, четыре месяца живет без газа. Компетенция сотрудников растет пропорционально количеству услуг. Уже четыре года в «Котласе» работает многофункциональный центр. Кадры решают все. 5 октября свой столетний юбилей отметили сотрудники уголовного розыска. Стихи и проза местного парламента. 20 сентября начал свою работу шестой созыв городского собрания депутатов. Шаг длиною в 30 лет. Вторая школа отметила свой 30-летний юбилей. Чтобы быть в цветах, нужно год пахать как лошадь. В Котласском драматическом театре открыт 83-й творческий сезон. График проверки многоквартирных домов, афиши мероприятий на ноябре. Это и многое другое читайте в свежем выпуске газеты «Новый Котлас». Продолжит выпуск наша тематическая рубрика, посвященная столетию ВЛКСМ. Я вступил в комсомол, как и все молодые люди моего возраста. В 14 лет вступал я в комсомол в школе. Это для меня была памятная дата, наверное, как для всей молодежи, кто вступал в комсомол. Наиболее яркие воспоминания в моей памяти – это прежде всего работа с молодежью. Мы организовывали туристические слеты, делали лыжный пробег в Великий Устюг. И считаю, что улица 28-й Невельской дивизии стала потому, что мы впервые в городе Котласе осуществили автопробег «Котлас-Стывкар», где мы встретились с участниками войны, которой была организована 28-я Невельская дивизия. Прежде всего, после того, как уже мой возраст подошел, меня пригласили работать в милиции, зомполитом. И я там проработал в милиции 20 лет. Вышел в отставку звания подполковника милиции. Вот эта вот наиболее яркая судьба повлияла, комсомол повлиял на мою судьбу. В этом году Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз молодежи отмечает юбилей. Приглашаем гостей и жителей города 29 октября в 16 часов на торжественный вечер, посвященный столетию ВЛКСМ. Вход свободный. Вжиться в роль телевизионных журналистов, изучить тонкости операторского искусства, увидеть мир телевидения по ту сторону экрана. Все это на себе смогли прочувствовать десятиклассники третьего лицея во время экскурсии по Котлас-ТВ в рамках профориентации. На пороге телерадиокомпании ребят встретил журналист и телеведущий Денис Дворяшин, который на время стал для юных экскурсантов проводником в мир новостей. Первым делом ребята узнали, каким образом составляется верстка. Это план программы, которую уже вечером в эфире увидят котласские зрители. А еще старшеклассники посмотрели, как работают тележурналисты. Обязательно в наушниках, чтобы не мешать своим же коллегам, и обязательно очень быстро. Ведь их задача не просто написать текст, но еще оперативно отдать его в следующий цех – монтажный. После того, как текст написан, он отправляется режиссеру монтажа. Денис рассказал ребятам о том, что именно от режиссеров монтажа зависит очень многое. Ведь следуя тексту, они сводят снятые оператором кадры и записанные отдельно голос журналиста в последовательную историю. Именно из подруг монтажеров выходит итог совместной работы, сюжеты, интервью, телепроекты. На календаре пятницы, 19 октября, в студии Денисов Егор. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. А в студии новостей Котласс ТВ, где ежедневно в будние дни проходит запись программы, каждый из лицеистов прямо перед камерой попробовал себя в роли телеведущего. На календаре четверг, 18 октября, в студии Павлова Дарья. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Юные экскурсанты поняли, что телеведущий должен постоянно работать над собой. В общем, эксперимент в нашей редакции в рамках профориентации лицеистов удался. Его итогом стала не только совместная школьная фотография в студии. Главное, есть результат. Двое юных экскурсантов заявили, что планируют поступать на факультет журналистики. Еще с одним заданием, которое мы поставили перед нашими гостями, они тоже неплохо справились. Особенно для первого раза. Ребята провели среди котлашан Блицопрос на тему, что такое смайлик. 19 октября этот компьютерный символ отметил свой 36-й день рождения. Что из этого вышло, предлагаем посмотреть прямо сейчас. Вы знаете, что такое смайлик? Ну да, ну крупненький, с личиками, с глазками, коротик. А можете изобразить смайлик? Конечно. Улыбка. А как он выглядит? Знаешь, что такое смайлик? Ну да. Можешь изобразить какой-нибудь? Смайлик? Не знаю, что такое смайлик. Смайлик какой-нибудь изобразить. Не знаю. Ваше настроение. Ну удивление, например. Средство общения, эмоции ВКонтакте. ВКонтакте, в Инстаграме. Рисуночек с улыбочкой, человеческой рожицы. Сейчас покажу. Ну примерно вот такой. Улыбнулись, значит все прекрасно. Огорчение, значит вот так губки пойдут. Лайк? Лайк. Можешь показать на своем лице какое-нибудь? Покажите. Я понимаю, смайлик. Уважение. Уважение. А ты можешь показать что-нибудь? Уважение. Здорово, молодец. К другим темам. Реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями выиграл грант на приобретение оборудования для мультипликации. И теперь воспитанники центра создают рисованные мультфильмы. Подробности у Аллы Лайковой. Это бабка стоит. Как и все дети, эти девчонки очень любят мультики. Только не смотреть, а создавать. Как настоящие мультипликаторы, они работают над сценарием, рисуют и лепят сказочных героев, озвучивают их. Пусть теперь и добрая девочка узнает по такое чудо и будет доставать себе гостинцы, когда ей только захочется. Мой герой ящерица, она веселая. Она помогла Гале решить проблему над зверями. И ей это удалось. Интересно двигать героев, снимать, разукрашивать. Около 200 тысяч рублей на создание студии мультипликации реабилитационный центр получил по конкурсу малых грантов православной инициативы 2018. На эти деньги закупили два мультстанка. Один для кукольной анимации, другой для перекладной. Мультипликация как современное средство реабилитации дает детям поле для деятельности, для развития своих художественно-творческих способностей, для развития мелкой моторики рук. И плюс дети в ходе создания мультфильмов общаются уже на другом уровне и социализируются в группе сверстников. Ребята создали уже два мультфильма. Оба на православную тему, ведь партнером проекта выступает приход Свято-Стефановского храма Котловской епархии и Котловское местное общественное движение женщины Котлоса. Со своими работами ребята и их наставники планируют участвовать в различных конкурсах и, конечно, побеждать. Но главная цель мультпроекта – дать детям новые знания и умения. Например, владение компьютером для кого-то может стать не только хобби, но даже профессией. Накануне свой 95-й день рождения отметила котлашанка Анна Николаевна Ладанова. Одним из первых ее поздравил глава города Андрей Бральнин. От всей души поздравляю. Спасибо, Андрей Владимирович. Анна Николаевна рассказала главе, что родилась в деревне Загорье Кировской области, когда началась Великая Отечественная, ей было 18 лет. Вместе с другими деревенскими девчонками Аню отправили на лесозаготовки. Всю войну, ежедневно, без отпусков и выходных, хрупкая девушка валила лес, пилила бревна, рубила сучки. Весной приходилось еще и делать баны для речного сплава. Зимой на лошади в санях-ледянках возить бревна на лесопильный завод. Жили девчонки-лесозаготовщицы в бараке прямо в лесу. Летом было невыносимо жарко, да и гнус в прямом смысле съедал заживо. Зимой очень холодно. Быт был организован плохо. Сложно было даже нагреть воды, чтобы помыться. Однажды в лютый мороз Аня вместе с подругами решила сходить домой, чтобы наконец-то попариться в баньке. Из Христофорово, где шли лесозаготовки, до родной деревни, голодные и холодные девчонки добирались несколько суток и чуть не попали в число дезертиров. Еще домой не пришли, а уже за нами из военкомата пришли, на лошади, пришли в пузырьстве. Где маме? Говорит, где уже дочь? Мама говорит, какая дочь? Она говорит, Христофорово. Они говорят, нет, Христофорово я нету. А мама вся расстроилась, папа. Говорит, ну все, девки, значит, умерли. Или они лесом шли, их там медведи съели. Ну вот, пришли домой, мама говорит, вот так, только вы, они уже за нами приехали. Она говорит, дайте хоть вымыть в баню-то их. Ну они говорят, ну ладно, в баню вымыли. И после опять пешком к Христофорово. Послевоенная жизнь у Анны Николаевны тоже была непростой. Она много работала. 17 лет ухаживала за парализованным мужем. А не так давно потеряла единственного сына. Внуки и правнуки живут далеко, навещают редко. Но Анна Николаевна не чувствует себя одинокой. В ее доме всегда много подруг с детьми и внуками. Их она нянчила с рождения. Она добрая до всех. Она и для моих детей, она считает их своими внуками. И все ее мы считаем бабушкой нашей. Сейчас вот наши все бабушки поумирали, она у нас одна долгожительница осталась. Мы все ее очень любим, навещаем. Подруги уверены, столь длинную жизнь Бог дал Анне Николаевне в награду за доброту каждому и непростую судьбу. Но сама именинница на нее не ропщит и даже оттяга, так говорит, с улыбкой. Ведь, по мнению Анны Николаевны, уныние, а вовсе не житейские проблемы сокращают года. И это проверено ее жизнью длиною в 95 лет. Накануне работники дорожного хозяйства отметили свой профессиональный праздник. В честь этого события в Котловском дворце культуры прошел праздничный концерт. Песни и танцы маленьких и взрослых кодловских артистов. Все праздничные номера в этот вечер были подарком нашим дорожникам. Работникам службы благоустройства и управления городского хозяйства. В их честь со сцены ДК звучал целый ряд поздравлений. Видят люди, что вы делаете для города, как прибирается город, как он убирается. Вам благополучие, терпение и здоровье. Без терпения, конечно, дорожникам не обойтись. Ведь далеко не каждый может монотонно латать по весне ямы, чистить летом дороги от пыли и грязи, а зимой ночами убирать снег с городских артерий. Именно этим занимается служба благоустройства. И без всяких сомнений можно говорить, что на плечах ее работников, а их всего чуть более ста, лежит большая ответственность перед жителями города. В ноябре свой 55-летний юбилей отметит одно из старейших учреждений культуры города – Лиминский ДК. Сегодня здесь вовсю готовится к праздничной дате. Юбилейных мероприятий в новом творческом сезоне будет немало. О самых ярких и ближайших из них расскажут режиссеры Дома культуры Татьяна Соловьева и Елена Красавцева. Лиминский Дом культуры открыл новый творческий сезон. Новый сезон – это не только начало занятий, но и ожидание ярких событий. А такие у нас обязательно будут. Одно из самых ярких событий – это сам юбилей Лиминского Дома культуры. В этом году исполнится ему 55 лет. Есть повод по традиции оглянуться назад, задуматься о дне сегодняшнем и помечтать о том, что будет. Но, как говорится, от слов к делу. 28 октября мы ждем своих самых больших друзей, с которыми нас связывает уже многолетнее плодотворное сотрудничество. Это детские сады города Котласа. На фестиваль-конкурс «Круто я попал в Дом культуры». Он посвящен в этом году юбилею Дома культуры. И детские сады готовят уже свои поздравления и сюрпризы. Приходите 28 октября в 12 часов. На этом все. Далее вас ждет небольшой блок полезной потребительской информации «Прогноз погоды» с Еленой Нилаевой. Афиша культурных мероприятий «Телевитрина» и «Гроскоп» на неделю. Смотрите наши новости на телеканале Котлас ТВ, в прямой трансляции на YouTube и в группе Котлас ТВ ВКонтакте. Плодотворной вам рабочей недели. Увидимся! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Обувное предприятие город Киров принимает обувь в ремонт. Смена подошвы, союзок, расширение зауженной обуви. Профессиональный ремонт любой сложности. 24 октября в Котласском КДЦ с 10 до 18 часов. Одна из крупнейших российских страховых компаний «Альфа Страхование» открыла долгожданный офис продаж в Котласе. Оформить страховой полис, ОСАГО, КАСКО, застраховать свое жилье, имущество, здоровье и даже путешествия теперь можно в новом офисе продаж на «Ленина-86». «Альфа Страхование» – это более 25 лет на рынке страховых услуг, работа с юридическими и частными лицами и исключительно высокий уровень надежности. «Альфа Страхование» – «Ленина-86». Свежий мед от компании «Сандалов» с 23 по 26 октября в Котласе в здании бывшего кафе «Рябинушка». 23 в ДК «Лиминда», 24 и 25 в КДЦ города Коряжма. 26 в ДК поселка Вочегодский. Котлас, встречай! Такого еще не было! Открытие гипера «Дэнэс»! В три раза больше техники на том же месте! ТРЦ столица, нулевой этаж! Спешите! Теперь и у вас в городе! Норка от 67, мутон от 10, нутри от 20 тысяч рублей. Ждем вас 26 октября в ДК поселка Вочегодский, 27 в ДК города Котлас, 28 в КДЦ города Коряжма. Здравствуйте! С вами Елена Нелаева. Я расскажу вам о погоде на вторник, 23 октября. Приятно выбирать, выгодно покупать продукты и товары в супермаркете «Адмирал». Бюджетная цена на Борисоглебскую тушенку 99,90. Форель и семга дары океана по 241,50 за кусок. До среды батон нарезной по 21,60. Почти на 30 рублей снижена цена на люля-кебаб от «Стрелы», а на сибирские пелемени больше, чем на 40 рублей за упаковку. Колбаса докторская, оригинальная, сейчас по 219,20 за кило. Кофеманам понравится цена на Якобс Велюр – 129,90 и на Скафе Сенса – 199 рублей за пачку. Во вторник, 23 октября, в Котласе будет преимущественно облачная погода. Возможен дождь. Температура воздуха днем до плюс 6 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы. Ветер юго-западный – 2 метра в секунду. На этом о погоде у меня все. Плодотворной вам рабочей недели. Увидимся на телеканале Котлас ТВ. Встречаем новый модный сезон вместе с магазином «Эффект». Большое поступление актуальных моделей теплых пальто производства «Россия». Здесь же можно подобрать аксессуары – шапочки, шарфы, береты, перчатки, палантина и стильные сумки. «Эффект» – безупречность во всем. Котлас, Калинина, 7. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова